Часть деталей я подобрал из своих запасов всякого разного, а часть деталей я изготовил. Изготавливал за кадром, дабы сэкономить ваше время. В первую очередь мне необходимо насадить вот эту втулку на вал с шестерней. Для этого зажимаю вал в патроне шуруповерта и с помощью надфиля на небольших оборотах обтачиваю. Кроме этого, для возможности установки на вал электродвигатель, нарезаю резьбу в ранее просверленных отверстиях. Все дело в том, что на валу двигателя имеется специальная проточка для фиксирующих стопорных винтов. Именно этим обстоятельством я и воспользовался. Таким образом, вал с шестерней устанавливается на двигатель, а сам двигатель посредством кронштейна закрепляется к основанию. В корпус назову его так, устанавливаю вал с ведущей шестерней и устанавливаю всю вот эту конструкцию. Крепление осуществляется с помощью трех гаек М4. Устанавливаю и закрепляю верхнюю крышку, точнее боковую крышку. Отдельного слова заслуживает компенсатор биений, так называемый. Ну, это я так его называю. Смотрите, что он из себя представляет. А представляет он из себя обойму и четыре латунных элемента. Вообще, стоит отметить, что конструкция очень интересная, я бы даже сказал уникальна. Я, по крайней мере, вижу это впервые. Сейчас покажу, как это все работает. То есть, во время движения латунные элементы выходят из обоймы, расширяясь, тем самым компенсируя биение. Не буду утаивать. Мне пришлось довольно серьезно повозиться для того, чтобы добиться четкого, легкого взаимодействия между двумя шестернями. Следующее, что потребуется, изготовить вороток. Изготавливать его я буду из вот такой запчасти от громкоговорителя. Сверлю четыре отверстия. Два для крепления рукояти и два для облегчения самого воротка. Два для крепления. Из радиокомпонентов нам понадобится 4 диода шотки. Разумеется можно использовать и классические диоды, но у них падение напряжения выше чем у диодов шотки, посему я рекомендую использовать именно их. Стабилизатор 7805, конденсатор К5016 в моем случае, 16 вольт, 22 тысячи микрофарад, ретро миллиамперметр. Сам монтаж я выполню на отрезке урстекла навесным способом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok вот так выглядит готовое устройство действительно что времен войны по своему внешнему виду напоминает чем-то генератор связиста данный прибор несмотря на то что написано микроамперметр в моем случае является вольтметром то есть сейчас 6 вольт для того чтобы зарядить какое-либо устройство достаточно подключить его посредством usb разъема mp3 плеер разумеется можно производить и зарядку мобильного телефона вообще данный генератор я разрабатывал и создавал специально для дачи на которой нет на данный момент электричество а заряжать различные устройства крайне необходимо обязательно оставляйте свое мнение в комментариях будем общаться с вами подписывайтесь на канал жму руку но посаран всего хорошего пока и